Байкальские нерпы сегодня в игривом настроении. Маленьким гостям океанариума это только в радость. И Руслану тоже. Они с мамой и не думали, что в этом году смогут увидеть морских зверей. Ощущение незабываемое, видимо. Первый раз. Очень интересно. Много интересного и в такой близи. Очень редко увидела такое. Пройдет пару часов экскурсии, девушке предстоит вернуться. Не домой, в приют. Сейчас у Александры тяжелый период в жизни. У нас в Владивостоке есть приют. Это большое здание, где мы принимаем девушек, которые остались без поддержки и без средств к существованию. И они оказались в такой ситуации, что на грани лишения родительских прав. Поэтому мы им помогаем сохранить ребенка. Общественники и привезли сюда Александру. Вместе с другими одинокими мамами. Сегодня океанариум устраивает праздник. Есть в нашем городе, к сожалению, дети, у которых нет семьи и нет возможности провести Новый год, так бы, как в остальных семьях, где есть мамы, папы и дарят подарки. Есть дети, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. И, к счастью, наши волонтеры готовы им помочь. Праздник и экскурсии для определенных гостей. А вот благотворительная ярмарка для всех. Здесь на столе среди обычных сувениров, таких, например, как открытки, магниты, украшения, есть и работы, которые своими руками сделала одна многодетная семья из Владивостока. Вот, например, симпатичный Токаревский маяк. Сколько такой стоит? 200 рублей. Но деньги здесь в руки продавцам не отдают. Их нужно отпускать вот в такой специальный ящик для пожертвований. Потом они идут в благотворительный фонд, а следом на поддержку молодых, одиноких мам, оставшихся один на один со своей проблемой. Анастасия Ярошенко, Максим Евсеев. Панорама. Спасибо. Спасибо.